Самых талантливых и умных школьников наградили в Петропавловске. По итогам областной предметной олимпиады призерами стали 225 человек. Лучше всех себе показали учащиеся областного центра и сельского района. А в какой школе больше всего победителей – материалю Ольги Файзулиной. В зале самые одаренные и трудолюбивые школьники региона. Одни легко решают иррациональные уравнения, другие свободно говорят на немецком. Лучших определили по 15 предметам. В нашей области многое делается для создания условий, обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей, реализации потенциальных ваших возможностей. В нашей областной олимпиаде приняло участие более 568 школьников и призерами-победителями стали 225 участников олимпиады. На счету у школьников города Петропавловска 84 призовых мест. Первые места у 41 учащегося. Десятиклассник Владислав Поплавский стал лучшим по химии. Говорит, это очень интересный предмет и он пригодится ему в будущем. Школьник мечтает стать хирургом. Сложных заданий, конечно, не было, но не хватало времени, потому что 4 часа на 8 задач – это маловато. Ну, пару задач не решил, но своего достиг. К олимпиаде ребята готовились серьезно. Позабыв о гаджетах и ограничив свое общение с друзьями, они долгие часы проводили за книгами. Я готовился по нескольким книгам – Долгов, Мясников, Каменецкий. И даже порой я засыпал за компьютером. После того, как я взял свое второе место по физике, обрадовалась, конечно, мамой. Я сказал, вот не зря я все-таки учился. Призерами Олимпиады стали еще 52 ученика гимназии-интерната для одаренных детей имени Абудас Мухамбетова. Это лучший результат в области. В Казахско-Турецком лицее 37 призеров. Это второй показатель. Среди районных школ лучшими были есильцы. Первое место в рейтинге они отвоевали у козелжарцев. Хотелось бы отметить школьницу из района Шалакына, из Кенецкой средней школы, которая, по мнению жюри предметного по английскому языку в 10 классе, признана лучшей сельской ученицей. Девочь Жексалыкова-Танзеля, которая смогла показать знания на втором туре наравне с учащимися специализированных школ. Теперь школьников ждет Республиканская Олимпиада по общеобразовательным предметам. Она пройдет весной в Алматы. Северный Казахстан представит около 60 учащихся. Это не только победители, но и призеры областного этапа. Ольга Файзулина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.